сегодня национальном парке каусок мы идем по другой тропе на север которая ведет к одному водопаду на притоке реки сок сразу такой крутой подъем пошел здешняя тропа прям сразу тропа узенькая не то что там который реки сок там дорожка сначала такая мощная тут вот сразу препятствие корни не расчищенная трубка но не до конца расчищенная очень очень завлекательная вчера был ливень такой сильный тропический сегодня с утра еще облачность поднималась туман был а вот час солнце вышло из-под облаков но такая парилка просто кошмар очень душно в лесу очень комарики какие-то под деревом колготятся более узкая тропка началась распадочки ручьев какое дерево ручейки впадают в основной ручей чистая вода вот это такой бесковидный корень начинается основание космической ракеты а вот растение эпифит это общее название растений которые используют другие растения в качестве субстрата на котором они растут и у них вот корни воздушные вот отсюда хорошо видно какие у него у этого эпифита длинные листики а у самого растения на котором она растет вот совсем другие листочки на дереве вот так вот на трапезовалы встречаются бамбуковые ребенка из-за ручья и вот которые в pairs They can votre Now this part of a Unterstüt На тропе к водопаду Круто вверх идет тропка Мачете не помешал бы То есть тропу можно еще порасчищать Немножко Какой необычный лист И он очень колючий по краям Вода питьевая Я проверила Чистая, вкусная Теплая Внутри Древесина расщепляется На полосочке А здесь глина Ну вот та почва, которая под ногами Такое впечатление, что сюда термиты что ли приносят И здесь строят свои домики Не очень понимаю Вот здесь в расщелине тоже Ой, а там соты Там гнездо осиное Ого Ну старое И вот это, это все не древесная труха Это глина Ха Интересно Интересно Бамбуковые рулончики Вот это да, какой большой термитник Мы маленьких встречали Вот термитничек Вот такой Твердый Термит Нет Какой-то Какой-то Другой Насекомый Все Туда Вот такое замечательное сооружение Домик Домик термитов Вот как они облетают Кусочки стебля Ну-ка Вот Прелесть оранжевый уже Много бурах Ой, как гриб Как гриб Маленький термитничек Здорово Вот это да Вообще стало отмахиваться Ну просто травинку отвести в сторону А на ней вот такие Прям багор Многоярусный Оп А, и тут не пускает Вот такая Коварная травка Или Кустик Я уж не знаю Грибочки всякие тут тоже растут Красавцы Элиана Ну прям как змея Как змея А тут она как удав Чего себе Какое Обливает Вот дерево на цыпочках стоит Да, здесь в нацпарке сохранились деревья гиганты, которые не были вырублены А вот эта форма досковины в корне Она присуща многим видам И точно определить, что это за дерево я не могу Челюсть не знаю Дерево Деревья меня просто Так восхищают Вот эти вот досковидные корня Муха Ох, какие Вышли на ручей Сейчас на большой Отбились от пиявок Сейчас все ноги были в пиявках Просто И они главное Их отбрасываешь Они опять ползут Причем с такой скоростью Обратно присасываются Очень неприятные эти заразы Что еще там? А, вон она Ну в общем Отбились С ногам-то как приятно Когда идет в холодильник А тут брод сейчас Вода Не холодная О, рыбки идут У пиявок Не стоит Чесаться Да, они и так особо не чесаются Сейчас опять будем Искать продолжение тропы На той стороне Хм Ну вот Продолжение тропы Мы легко нашли На берегу Она неявная Здесь редко люди ходят Ну, в общем Не очень популярен Видно этот маршрут Вот так Тропа идет по туннелю Молодого бамбука Ой Очень острые Молодые Побеги Или это Отгломанный Был Стволик Так Вот сюда Похоже Тропа Все-таки Сейчас разберемся Где мы Тропа завела Нас какие-то заросли По-моему Там уже слоновья началась Мы Решили немножко пройти По речке Здесь Много скольких каменных идут Но ничего Идется Потихонечку Здесь больше колена нету Не глубоко Только надо Аккуратно Медленно Чтобы Не поскользнуться Сейчас Снова Должны выйти на тропу Я по навигатору Сейчас иду По телефонному Навигатору Обычно Всегда по карте А здесь Нет таких Хороших Иду по навигатору Первый след Какого-то дикого Животного Не понимаю Чей Вообще Человеческих следов нету Тропа завалена Что-то ее не расчищают Похоже Сейчас вот Хороший участок Тропы попался Идем Не перелезай Уже метров пятьдесят А то все Свалы 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 Завалы Нет Вот что-то Прорубливали Грубали Недавно Ооо Да тут просто Уже отличная Зрака прошла До водопада Метров четыреста осталось Ну копыта Вот Вот Явно копыты Вот Раз-два Парнокопытные Какое-то Тропа На тропах Все-таки Есть Хоть какая-то Время Топы 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 Куни Топы Свалы Я не знаю, во взвод охватах Чем дальше, тем... Да я тут вообще буду гномиком Фантастика, просто фантастика Стояночное место Это как-то использовали люди Вот кострище старое Да, место хорошее, ровное Полянка До водопада совсем недалеко осталось 150 метров до водопада Хорошо берет спутник Здесь тропа все время теряется Сейчас остается до сумерек Еще полчаса у нас сумерек Мы уже идем 2,5 часа Возвращаться в конце будем в темноте У нас два фонаря Что, товарищ Аня, вы готовы Возвращаться в темноте? Нет Я просила, чтобы был не в темноте О! Стрелка! Мы на правильном пути Офигеть! Стрелка началась в 800-х Джунга Вдруг С места унесем ба-бах И стрелка Да сейчас хорошая тропа Ну вот, в общем-то Мы дошли до цели нашего сегодняшнего Приключения путешествия Это водопад Он был всего в 3-х километрах В 2-х километрах от Но червак Всегда был более-менее плохой тропой То есть мы прошли всего километра 4 сегодня Мы шли 2 часа 50 минут То есть здесь в джунглях дорога не быстрая Даже по тропе Но правда эта тропа не везде расчищенная Вот он, вот он Водопад Но главное мы посмотрели джунгли По пути к нему Водопад дикий Без всяких оборудованных скамеечек и так далее Это очень здорово Что в настоящих джунглях сохранились Настоящие девственные места Неокультуренные Здесь я Знаю Потомуalls Неокультурый Обычки Обычки Цикады заводят сумеречную песню, но мы, слава богу, прошли самый сложный участок пути на обратной дороге. Здесь еще есть два брода, но здесь тропа уже более выраженная, я перестала волноваться, минут через 15 на нас упадет тропическая темная ночь. Я немножко волновалась, как мы тут будем. Пиявками не занимались, блин, все покусали, я вот и сюда. Это просто лист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Может это гиббон? Мы такого сегодня на рассвете слышали, думали слон, а похоже это гиббон, он из деревьев откуда-то кричит. Такие торжественные звуки, ну пиявки, пиявки там. Это просто фантастика. Погнали, погнали. Такой распил фальму. Без 10,6. А еще пока светло. Это последние капельки пиявки. А идти нам еще, ну, километра полтора, наверное, до хорошей тропы. Вернее, до хорошей уже тропинки. Смащенными лесенками. Лавочка. Лавочка. Даня, начали летать летучие мыши, прямо перед нами Вот она, вот она Даня какие кусаются, они насекомых ловят Ой, сейчас может она мелькнет в кадре Прям на Дань, ой, и мышь тут еще летает Мыши, мыши, видел мышей? Мой фонарик дождем, пожалуйста Мой фонарик дождь Мой фонарик дождь Уже в темноте идем. Здесь такие сучки очень жесткие. Наши подмосковные ломались бы, а здесь нет. Как провода. Проносительно свистят от летучей мыши. Вон, проносите. Это так светятся паучки. Вот он, его глаз светился издалека. Вот это да! Мы благополучно выбрались из джунглей и теперь нас ждут приключения на море. Сиамский залив Южно-Китайского моря. Бассейн Тихого океана. На остров Кандао мы прибыли вот на этом большом белом пароме. Привет, рыбаки! Вот это здорово! Яжный отдых начинается. Отмоем пиявки джунглей. Мы едем на противоположный от причала берег острова Катао. И берем на прокат мопед. Они здесь очень дешевые. Мопед позволяет быть мобильными. На отдаленных островах Таиланда, конечно же, распространен дайвинг. Здесь можно много чего увидеть, но необязательно для этого нырять с аквалангом. Меня, конечно, поражает все под водой то, что это вообще вот рядом с берегом ты зашел в воду, опускаешься, опускаешь лицо в воду, можно сказать. Это глубина всего, ну, максимум там полтора-два метра вот здесь вот, то есть рядом с берегом. И вот такие остатки кораллов, огромные вот эти строения, они возвышаются над дном там на полметра, может больше. Здесь приливы и отливы где-то полметра, и когда прилив, то ты выше над этими кораллами. Когда отлив, то можно даже, если плавать без очков или без маски, то можно, кажется, чиркнуться животом об эти вот коралловые остатки. Ну и рыбы, конечно, рыбы как в аквариуме, вот эти прям хрункают, хрустят, прям слышен хруст, как они кушают. Красочные это рыбы-ангелы, их много видов, вот эти такие оранжевые, они парочками парят в воде. А самые-самые обычные обитатели, это вот эти двухполосные сиганы, желтые с полосочками, и рыбы-попугаи, вот с зелеными плавниками. Их целые стаи, они как будто плавниками, как крыльями машут, и такие вот разноцветные, поэтому их и назвали попугаями. У сиганов на спине ядовитые шипы на плавниках, вот они ими так запорщат. Сиганы большими стаями ходят прям по дну у берега. По-английски они называются рыбы-кролик, потому что у них форма губ напоминает кроличью, если присмотреться. Я не сразу поняла, что это за разноцветные такие цветочки сидят на кораллах. Только позже я прочитала, что это многощетинковые черви. Вот это пальчатые кораллы, тут они разнообразные. А в кораллах внутри сидят вот такие, если присмотреться, видны раковины. Вот она синяя такая. Это двухстворчатые моллюски тридакны. А вот другого цвета тридакна, уже в мозговидном коралле. Все раковины этих тридакн, прям как бы вцементированы в кораллы. Их очень много. Они здесь вот это еще маленькие. А бывает, достигают их раковины длиной двух метров. А вес приближается к 250 килограммам. Если приблизиться к этим створкам, то они захлопываются. Здесь она маленькая. А так вообще-то не надо совать в них руки или ноги, потому что захлопнуться и не всплывешь потом. А вот стая рыб-попугая вплывет, машет своими зелеными крылышками. Вода теплейшая, где-то 26-27 градусов. Может и больше. И можно в стае рыб находиться очень долго. Вот тоже какой-то из представителей сеганов. Желтенький. Удаляюсь чуть подальше от берега. И здесь за скалой, на ее подводных отрогах, столько рыбы, что просто... Здесь я видела, ловят рыбу с лодки, ловили. В принципе, можно ловить. Но это просто ее сачком, по-моему, можно ловить. Это все рыбы-попугаи. А вот среди них парочка золотополосых сеганов. Они с желтым пятнышком у хвоста. Хорошо заметно среди них парочка. Среди других рыб, рыбы-сержанты, вот полосатые, голубенькие. Они так называются, потому что в армии США сержант имеет такую же нашивку на рукаве, четыре полосы. Часто среди коралловых крупных рыбок появляется большая стая вот таких мелких рыбешек. Они как единый организм, все вместе поворачиваются, разворачиваются всей своей большой компанией. Еще среди кораллов всегда встречаются вот такие черные рыбки, маленькие, активные, которые от своей территории отгоняют всех других рыб. Хотя они меньше по размеру. Для разнообразия мы посещаем разные пляжи острова. О, сверху видно, где кораллы в море. Я использую старую надежную советскую маску. Стекло через него отлично все видно, оно не запотевает лучше, чем современные пластики, мне так кажется. Здесь быстро обгораешь, поэтому я плаваю немного в одежде, хоть чтобы спину защитить от жаркого солнца. Ну и на ногах коралловые тапочки, чтобы случайно не порезаться на неизвестном месте на новом пляже. Обломки кораллов очень острые. Дно на разных пляжах, конечно, немного различается, но видовой состав рыб примерно такой же. Вот здесь видна та же черная рыбка, которая активно-активно защищает свое место на этом кусочке коралла. Вот она, видно ее хорошо. Основу рифа составляют вот такие мадрипоровые или каменистые кораллы. Они вот такой сферической или полусферической формы. На Катау самыми крупными считаются звездообразные кораллы. Его диаметр может превышать трех метров. И в каждой его клеточке сидит полип, кишечно-полосное животное. Обычно днем полипы сжимаются и убирают свои щупальца. А вот ночью расправляют их и ловят разных мелких планктонных животных, которыми питаются. Так что потрогать кораллы, конечно, можно днем аккуратно. А вообще кораллы растут очень медленно. Их нужно беречь вот какой формы, как какой-то гриб-рутовик. А это кораллы-мозговики. Они по внешнему виду напоминают мозги. Поэтому так и называются. Какое только разнообразие форм тут не встретишь. Просто диву даешься. Не перестаю восхищаться. Разглядываю все кораллы, которые встречаются тут. За неделю пребывания на острове Катау я три раза видела акул. Но ни разу не удалось их заснять. Это была черноперая акула. Как сказали местные дайверы, они не опасны. Тех особей, которые я видела, они были где-то не больше метра в длину. И плыли по своим делам, в общем-то не выказывая каких-то агрессивных действий. Но все равно было не по себе немножко. Там, где берег представляет из себя завал таких валунов больших, можно встретить крабов. Вообще каждый день в Таиланде на пляже приносят какие-нибудь новые открытия. Так, ныряя рано утром за дальней скалой, я вдруг увидела силуэт, похожий на черепаху. Нырнула к ней поближе, и действительно, это была черепаха. Вообще-то на Катау есть пляж, он так и называется, пляж черепах, где они встречаются. Но это было совершенно другое место, где я видела свою первую самостоятельно найденную черепаху. Она ненадолго вынырнула, чтобы схватить кислорода, и потом поплыла. И очень долго ей не нужно было снова выныривать, чтобы взять очередную порцию воздуха. А потом она заплыла в такое место, удивительное, что вот видно на дне какое-то сооружение, где глубина метров шесть, а потом ныряла. Или там какое-то бетонное сооружение. Что это такое, я так и не нашла, хоть и пыталась найти какую-то информацию в интернете. Субтитры создавал DimaTorzok Пока я рассматривала неизвестное местами двухэтажное сооружение, черепаха ушла, плыла, растворилась во взвесе планктона и водяной мути. На Катау можно взять однодневную экскурсию вокруг острова на лодке, специально оборудованной, чтобы можно с нее было спускаться в воду, и на самых красивых, интересных местах делают стоянки в бухтах около острова. И там наблюдается подводный мир. Снорклинг так называется. На Катау ныряние с трубкой и маской. У маленького островка, что рядом с островом Катау, совсем близко с ним дно усеяно обломками ветвистых кораллов. Вон трепанги видны, это такие морские огурцы, кишечно-полосные организмы. А вот красногрудый хейлин, рыба из семейства губановых. А эту рыбу ни с чем не спутаешь по ее спинному плавнику. Это кабуба вымпельная. Или вымпельная бабочка, по-другому. Вездесущие рыбки попугаи кормятся. Здесь можно встретить и дайверов. Вот, кстати, дно здесь усеяно вовсе не камнями. Это вот круглые такие одиночные кораллы фунгии, грибовидные кораллы. Они до 30 сантиметров в диаметре примерно бывают. Но на самом деле не обязательно быть опытным пловцом, чтобы разглядеть подводный мир. Если вы не сомневаетесь в своих возможностях, можно плавать по жилете. Когда попадаешь в эту стаю мелких рыб, вдруг тело начинает сжечь. Кто-то как будто тебя кусает. То ли планктон начинает, какие-то микроорганизмы планктона начинают сжалиться. Непонятно. Вот там я плавала за Дальним мысом. И вот она, визитная карточка острова Коттау. А на следующей остановке, в другой бухте, нам показали черепах. Это уже крупная черепаха. У нее на спине две рыбы прилипали. А называется эта черепаха зеленая или суповая. Да-да, именно так и называется, суповая. Раньше здесь их обитало очень много. И сам остров Коттау в переводе остров черепах. А это актиния. Тоже кишечно-полосное животное. Тоже коралловый полип, только лишенный скелета. Актиния еще называют морскими анемонами. Ее щупальца колышется в добыче планктона других беспозвоночных. По цвету зеленые черепахи могут быть совсем не зелеными. Окраска панциря варьирует от оливково-коричневой до черной. Длина панциря взрослой черепахи обычно 80-150 см в длину. А может достигать даже 2 метров. И масса до 400-500 кг. Неудивительно, что многих черепах истребили на пищу. Сейчас черепахи, конечно, храняются. Мне не дали ее даже погладить. Такие морские черепахи могут жить до 100 лет. А полувозрелыми они становятся где-то в 10-20 лет. Первые годы жизни плавают далеко в океане и питаются медузами, другими беспозвоночными животными. А дальше потом они уже перемещаются ближе к берегу и переходят на растительную пищу. Вот необычные формы, какой коралл. И уже известная нам рыба кабуба. Почему так называется, не знаю. Рыба-бабочка. Вымпельная бабочка. В ветвистом корале сидит большая двухстворчатая раковина. И этот двухстворчатый моллюск Тридакна может жить еще дольше, чем суповая черепаха. Рыба-попугай исполняет тут какой-то удивительный танец. Наш круиз вокруг острова с шестью остановками в разных бухтах завершен. А на нашем, ставшем уже почти родным, пляже Танути ничуть не хуже, чем в других местах острова. Здесь ходят прямо у берега стада, такие вполне товарных рыб. и выше. Которые припасы стоят, такие совершенно новые шестью. Волчатка. Рыба-попугай. И скорой курицей с болит. Помощь. Я оставляю курицей с боли. Использоваться собаку. Суба-пугай. Убия-пугай. Прикладка. Рыба-пугай. Которые курицы. Продолжение следует... А на глубине я увидела целый косяк рыб Я сначала подумала, что это какие-то водоросли или обломки кораллов на дне Но нет, это плотное скопление рыб Просто вот для океанского сейнера Можно большую сеть закидывать Это стая на протяжении нескольких десятков метров Такая плотная, толстая По крайней мере на 10 метров точно Вот еще какой удивительной формы бывают кораллы в виде кувшина Ну а мне осталось раскрыть Секрет вот этих разноцветных маячков Встроенных в тело коралла Секрет 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спирально-бронховые То есть это у них дыхательный аппарат Такие две спиральки разноцветные Которые торчат из тела коралла Когда поплываешь к ним, они их свертывают внутрь Червь, рождественская елка, как его еще называют За такой яркой окраски У поверхности воды иногда можно встретить вот таких узких длинных рыб Может это летучая рыба Среди обычных желтых двухполосых сиганов Пятнистенький яванский сиган А вот эта большая рыба с устрашающим видом Называется голубоперый баллистот Она из семейства спинороговых На спинном плавнике У нее три мощных шипа Которыми она может прокалывать врагов И вообще она эта рыба кусача У нее очень массивные зубы Она может откусывать кусочки кораллов Которыми питаются Моллюсков И вот этих многощетинковых червей Которые обитают в кораллах И были случаи, что она даже прокусывала ласты у дайверов В общем, к этой рыбе лучше близко не приближаться Она очень ревностно охраняет свою территорию Баллистот достигает 10 килограммов веса Но есть его тоже нельзя Это рыба ядовитая Накапливает яд в течение всей жизни в теле А как называется эта голубая рыбка Я не знаю Моя голубая мечта Побывать в Таиланде И посмотреть подводный мир Осуществилась Но я думаю, здесь еще много Тайных загадок для меня И возможно я еще приеду сюда И еще Буду раскрывать новые горизонты Подводного мира Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok